Тауэ. Записки артиллериста. Часть 4. МА. 19, 2015-15-7. Продолжаю выкладывать записи из Фейсбука украинского офицера-артиллериста, проходящего службу в 184-х учебном центре Академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сягайдачного, 17 марта моему другу, подполковнику Б. Тауэ. Рапорту меня забухал боец. Не пошел на занятия, не вышел на построение. Лежал в палатке в отключке. Груз 250, короче. Я зашел в палатку, потряс за плечо, похлопал по щекам, потом в сердцах пнул бойца по неснятым берцам. Бесполезно. Надо было что-то делать, боец и так проблемный. Придется писать рапорт. Ох, как я этого не люблю. Но пресечь надо. Алкаши понимают только силу или наказание рублем. Написал, понес в штаб. По дороге встретил нашего замполита. Неплохой мужик, ему бы людьми командовать, а не воспитанием непонятно кого заниматься. Куда бежишь? Рапорт несу. Рапорт. А ну-ка покажи. Прочитал, помрачнел. Рапорт, это, конечно, хорошо. А ты знаешь, что будет, если дать ему ход? Что? Комиссия, расследование и так далее. В итоге, получишь по шапке ты, твой командир батареи и командир дивизиона за низкую дисциплину в подразделении. И что делать? Пойдем, проведем профилактическую беседу. Пошли. Боец уже проснулся, и, довольно резво перемещался по палаточному городку. Поймали тело, затащили за палатку. Поняв, что бить не будут, и рапорта нет, боец прослушал лекции о вреде алкоголизма, при этом кивал головой, таращил виноватые глаза, и, дыша перегаром, обещал, что больше так не буду, мамой клянусь. Отпустили. На следующий день у меня забухали три бойца. Отвечая на многочисленные советы, как наказать один. Начать с того, что мы имеем дело с мобилизованными дядьками, большинству из которых больше сорока лет. Хотите их заставить заняться физом? Я бы посмотрел. Два. Часть тыловая. Использовать телесные наказания нельзя. Прекрасно помню, как ВСП разбиралась с заявлением одного пьяного придурка о том, что его, якобы, избил офицер. Подняли на ноги всю часть. Три. Замполит, такой же заложник ситуации. Четыре. Истории уже несколько месяцев. Урок из нее мы вынесли. Надеюсь, руководство тоже. 18 марта Лютик служили в нашей части два товарища. Два тезки. Назовем их Андрея. И Андрея с оба мобилизованные, оба капитаны, оба командиры учебных взводов, оба честно службу тянули. Один – технарь, из инженеров, другой – гуманитарий, из преподавателей. Один в технике ковырялся, другой стихи писал до рассвета и фотографировал. По вечерам впечатлениями делились, койки-то рядом. Однажды обоих вызвали в штаб. Капитана, готовьтесь получать людей, будете обучать их на арт-систему Лютик. Да я ее никогда в глаза не видел, как я по ней людей учить буду. Справитесь, вы полгода назад о своем кактусе ничего не знали. А теперь вон, ездите, стреляете. Еще людей учите. А это ничего, что у нас нет этого самого Лютика. За машиной мы отправим хорошего специалиста. Снимет с консервации и привезет сюда. Сколько людей дадут? Двоих. Так у Лютика расчет восемь человек. Как двое его развернут? Идите, капитан, и не задавайте глупых вопросов. Вышел на крыльцо, почесал репу, пошел дальше службу тянуть. Следующий. Капитан С, вы направляетесь на римзавод. Получите арт-систему Лютик. Да я ее в глаза не видел, как я ее получать буду. Справитесь, вы полгода назад о своем миномете ничего не знали. А теперь вон, стреляете, да еще людей учите. А это ничего, что я никогда не участвовал в приемке техники. Идите, капитан, и не задавайте глупых вопросов. Вышел на крыльцо, почесал репу, пошел вещи собирать. Завод потрясал воображение. Три ряда охраны, колючая проволока и ряды ржавого железа до горизонта. Огромные цеха, где невозможно дышать от вонь и соляры, краски и технологических жидкостей. После степей лесов родной учебки стало совсем тоскливо. Нужный Лютик нашли довольно быстро. Вторая категория, хотя, какая она, нафиг, вторая. Вторая, это когда технику законсервировали по всем правилам, и она меньше года простояла. А тут несколько лет под открытым небом. Машину загнали в цех, начали восстанавливать. Андрей помогал, чем мог. Хотя какая помощь от преподавателя университета. Подай, принеси, не мешай. Зато посмотрел, как обслуживается пушка, двигатель, ходовая. Перезнакомился с артмастерами и двигателистами. 50-тонным монстром одновременно занимались несколько человек. Прошел месяц, ремонт был окончен. Конечно, еще множество недочитов и шероховатостей, но их уже будем устранять в части. Не терпелось, наконец, вернуться в родную учебку. На заводе в свободное время даже стихи не писались. И вот вызывает руководство завода. Так, капитан, ваш лютик уходит в боевую часть вата. Вашей тыловой части вторая категория вообще не положена. Можете получить машину четвертой категории, но трейлера для перевозки у нас нет. Возвращайтесь в свою учебку. Вот тебе и раз. Месяц проторчал неизвестно где, занимался неизвестно чем, да еще и ничего не привез. Вернулся, пошел в штаб, сдаваться. Капитан, что вы здесь делаете? Вы должны были получить самоходку. Так не дали вторую категорию. Сказали, что не положено. Получите четвертую. Выезжайте немедленно. У них нет трейлера. Уже есть? Звонили с завода. Можно забирать. Мне за прошлую поездку еще не заплатили. Заплатят. Потом. Четвертая категория. Это гроб, который не ездит и не стреляет. Неудивительно, что у нас полно проблем с техникой. Ладно, поехал. Опять три ряда охраны. Опять ржавчина до горизонта и жуткий запах. Трейлера, естественно, нет. Суббота же. А вот в понедельник, да, обязательно приедет. Ладно, подождем. Но ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду трейлер не приехал. Нужно было что-то делать. Для начала сам выбрал лютик, благо их, четвертой категории, оказалось несколько десятков. Отобранную машину загнали в цех. Андрей метнулся в магазин, проставился арт-мастером. Вокруг лютика сразу началось раение. Откуда-то взялись инструменты, приспособления, баллоны с азотом. Пушку проверили, почистили. Ствол нормальный, рабочий. Докачали откатники, накатники. На очереди мотористы. Опять магазин, поляна, инструменты, баллоны. Но двигатель был мертв. Многое пришлось менять, искать запчасти. Через три недели приехал трейлер. К тому времени самоходка получила возможность стрелять и ездить. Правда, заводиться самостоятельно отказывалась наотрез. Оставалось только забрать сопроводительные документы и погрузить монстра. И если с документами разобрался быстро, с погрузкой пришлось повозиться. Грузили под проливным дождем. Затянулось на полдня, Андрей промок до нитки. Ерунда, сейчас погрузимся, залезу в кабину, а там уже тепло. Товарищ капитан, вас не возьму, не имею права. Водитель захлопнул дверь перед носом. Но в кабине полно места. Имею право перевозить только офицера охраны. Пришлось добираться своим ходу, с двумя пересадками. И вот родная учебка. На душе легко. Наконец-то ехал, это раз. Привет, живой лютик. Это два. Реальность дала по морде уже в центральном штабе. У вас неправильно оформлены документы. Поедете назад на переоформление. Не поеду. Документы мне вручили на римзаводе. Машина оформлена на меня. Принимайте как хотите. Приемщики облазили лютик сверху донизу, сверяя номера на орудии, двигатели, шасси. Хрен с тобой, капитан, придраться, вроде, больше ни к чему. А по ржаве не нашел. Нам его на постамент ставить. На какой постамент? На обычный, как памятник. Нафиг нам еще машина четвертой категории. Пи-эс. А капитана до сих пор ждет, когда ему дадут людей на новую арт-систему. Часть первая, часть вторая, часть третья. Вооружение, быт, Украина, армия. Leave a comment, read comments. 53.